Здравствуйте, уважаемые коллеги! Начинаем вебинар. Пару слов о себе. Меня зовут Комков Андрей. Я преподаватель Центра Специалист. Занимаюсь курсами по направлению разработки в системе 1С предприятий. И я расскажу вам сегодня про такую штуку, которая называется Система стандартов и методик разработки. По ходу рассказа я буду упоминать некоторые курсы Центра. И поэтому, если потребуется, вот телефон и ссылка на список курсов, о которых, возможно, пойдет речь. План у нас такой. Мы скажем, что такое система стандартов и методик. И коротко обзорно пройдемся по некоторым выборочным стандартам, чтобы вы представляли, что это такое и что там можно найти. Где вообще можно найти эту самую систему стандартов и методик. А, к сожалению, система стандартов и методик не распространяется открыто, поэтому не все в курсе о том, что она есть. Она доступна тем, у кого есть подписка на ETS. Соответственно, если есть доступ к сайту ETS, есть доступ и к системе стандартов и методик разработки. Вот. Доступ к ETS приобретается организациями отдельно, либо физлицы тоже могут его приобрести, но это необходимые условия для того, чтобы изучать документацию в полном объеме, включая эту систему стандартов. Если у вас доступа к ETS нет, вы можете где-либо раздобыть диск ETS. Например, он поставляется в комплекте специалиста по разработке и внедрению. Я, например, такой диск и буду использовать. Я его уже поставил и открыл. Здесь тоже есть документация и тоже есть система стандартов и методик разработки. Так что мы будем смотреть с диска, а вы там уж где найдете. Что же такое система стандартов и методик? Это такой свод правил, которые собирает фирма ETS и которые предназначены для повышения качества разрабатываемых продуктов. Когда в платформе появляются какие-то новые механизмы, принимаются решения о том, как правильно их использовать, и сюда попадают статьи на эту тему. Проще говоря, это набор статей, в которых написано как правильно вести разработку, как неправильно, с примерами и иногда с комментариями. И давайте пройдемся по разделам, посмотрим, что здесь есть. Начнем с чего-нибудь простого. Соглашение при написании кода. Правила образования имен переменных. То, что всем знакомо и понятно. А вот есть такой короткий стандарт, в котором разъясняется, как правильно, как неправильно называть имена переменных. А такие вопросы у нас по ходу курсов иногда возникают. И здесь можно найти ответы на некоторые вопросы. Но мы в течение курсов и стараемся не экономить на словах. И у нас бывают довольно длинные имена переменных процедур функций. И, собственно, стандарт это и поддерживает. Главное, чтобы имена были понятны. Короткие имена стандартам явно запрещены, за исключением случаев, когда это имя переменный цикл. Ну и недавно совсем был вопрос по поводу нижних подчеркиваний в именах переменных. Технически можно использовать, а вот согласно стандарту нежелательно. Посмотрим что-нибудь еще. Структура модуля стандарт. Интересный стандарт, потому что мы структуру модуля не касаемся в курсах, так как у нас модули довольно короткие. А в этом стандарте говорится, что если у нас много всего написано в модуле, то желательно модулю задавать структуру. И делается это двумя способами. Либо с помощью комментариев, как это делалось до версии 8.3 платформы, либо с помощью областей, как это делается сейчас, потому что области появились не так давно. Ну и предлагаю попробовать применить этот стандарт на базе курса основных объектов для тех, кто слушал курс и будет понятнее, о чем идет речь. Найдем какой-нибудь модуль и зададим структуру. Ну, например, возьмем какой-нибудь документ, его модуль, формы. Так, увидим, что здесь не так уж и мало процедур функций, и хорошо бы их как-то разделить, чтобы понятно было. Начинается у нас модуль с обработчиков событий, колонну таблиц формы. Что там нам говорит стандартный элемент? Он нам говорит, что такие вещи мы группируем в область обработчики событий элементов таблицы формы. Имид таблицы формы. Скопируем. Имид таблицы товары и товары, количество, цена при изменении переношу в эту область. И номенклатуру тоже, номенклатура при изменении. Просто такой область, думаю, понятно. Именованный фрагмент модуля, который можно сворачивать, что бывает довольно удобно. По поводу прочих обработчиков, есть обработчики событий при изменении для какого-то реквизита шапки. Что там у нас написано в стандарте? Обработчики событий элементов шапки формы. Вот такой у нас есть раздел. Я его, соответственно, добавляю. И сюда отправляются соответствующие процедуры. И остались две штуки, которые не попали в области. Для них соответствующая область должна быть. Служебные процедуры функции подойдет. Вот так мы чуть-чуть приблизили код к стандарту. Собственно, про описание процедур функции. На этот счет тоже есть стандарт. Давайте его почитаем. Описание процедур функции. Этим мы тоже в курсе не занимаемся. Но желательно иметь в виду, что согласно стандартам и вообще при разработке для многих процедур функции желательно написать описание. И как говорит нам стандарт, это описание можно легко сделать с помощью комментариев, написанных перед процедурой функции. Более того, нам стандарт еще подсказывает, что эти комментарии используются при формировании подсказки. То есть сам конфигуратор наши же комментарии может нам показывать в определенном виде в нужном месте. Это тоже стоит попробовать, посмотреть, как это работает. Стандарт подробно расписывает структуру этих комментариев. Что должно быть в комментарии. Списк параметров с указанием типа и описания. Если эта функция возвращаемое значение. Если разные варианты вызова, соответственно, варианты вызова описывается. Смотрим, к чему бы мы могли подписать комментарии. Вот есть какая-то процедура, которая рассчитывает сумму в табличной части. Можно перечитать сейчас стандарт и попробовать описать вручную комментарий. Но, к счастью, у нас есть встроенный механизм. Одно из действий в меню рефакторинг называется создать описание процедуры, которая автоматически добавляет заготовку этого комментария. Нам остается лишь здесь переписать текст. Нужно, во-первых, описать, что делает эта процедура. Она делает расчет суммы в строке в табличной части. И вызывается из форм документов. Параметр текущие данные. Что мы должны написать про параметры? Его тип. Его типом будут данные формы элемент коллекции. Напишем, что это данные обрабатываемой строки. Обрабатываемой строки. Описали. Что нам дает это описание? Кроме того, что мы можем впоследствии вспомнить о том, что это за процедура. Когда мы будем этой процедурой пользоваться, во-первых, когда мы пишем ее имя и открываем скобку, у нас появляется подсказка. И сейчас мы видим не просто подсказку, а фрагмент того комментария, который мы написали. Что из себя представляет текущие данные? Их описание здесь присутствует. Ну, та же штука у нас будет открываться по Ctrl-Shift. Пробел сочетания клавиш. Посмотрим, что еще полезного нам может рассказать система стандартов. Перенос тоже довольно актуальный вопрос. Исключительно из соображений читаемости текста. Если у нас текст очень длинный, то стандарт нам говорит, что длиннее стабильности символов строки у нас быть не должны, иначе просто неудобно читать. Ну, а как выйти, если длинные строки, нам здесь разъясняют. Делить на части, причем можно выравнивать двумя способами. Но мы чаще используем вот такой вариант. Переноса строк. Ну и что-то еще есть, как описываются запросы. Довольно очевидный момент. Ну и так далее. Использование дублирующего кода. Тоже обсуждается в курсах. Идея простая. Если у нас есть дублирующие фрагменты, то желательно их оформлять в виде каких-то отдельных процедур и функций. Ну, а почему, какие проблемы это создает, подробно вот стандарт нам разъясняет. Посмотрим, что еще здесь есть. По поводу обработки данных. Коротко тоже пройдемся. Запросы. Оформление текстов. Есть некоторые рекомендации любопытные, например, по поводу псевдонимов. Стандарт говорит, что псевдоним лучше задавать в явном виде всегда. Чем мы как-то не занимались, но в последней версии платформы конструктор, по крайней мере, он сам дописывает всегда эти псевдонимы. Так что этим заниматься не нужно. Но стандарт это рекомендует, во-первых, во-вторых, разъясняет почему. Потому что при изменении, например, имени реквизита впоследствии не придется переписывать код. Достаточно будет в тексте запроса поменять одно название. Многократное выполнение однотипных запросов тоже чуть-чуть касаемся в курсе. Но стандарт тоже об этом нам напоминает. О чем тут речь? Довольно очевидная и грубая ошибка. Здесь приведена в качестве примера выполнения запросов в цикле без какой-либо необходимости. Нам говорят, что нежелательно писать так, чтобы в цикле выполнялся запрос. Желательно написать и выполнить его один раз, получить один раз данные, а потом ими уже пользоваться. Вроде бы очевидно, но помнить об этом нужно. Любопытно есть раздел оптимизации запросов. На эту тему тоже мы не очень много разговариваем, но почитать можно здесь. Вот, например, по поводу логического или в условиях запроса. Стандарт нам не рекомендуют использовать или в конструкции где. Ну и поясняют, что возможны сложности с использованием индексов. Вот, чем хороший стандарт в части вот этого раздела производительности, тем, что мы можем и не знать детали использования индексов, и вообще, может быть, мы не в курсе, что такое индексы. Но, прочитав стандартную, перестанем использовать слово или в конструкции где, и с большой вероятностью не получим потом проблем с производительностью. Это еще один плюс системы стандартов. Обработка и модификация данных. Чтение отдельных реквизитов. Вот. Эту тему мы в курсах затрагиваем и говорим о том, что при обращении через точку к ссылке данные из базы считываются, причем все данные объекта, что тоже нежелательно с точки зрения производительности. Откуда можно было узнать, если не на курсах? Можно было почитать вот этот стандарт. Но здесь есть кое-что новое для нас. Кроме рекомендаций использовать запросы для получения данных, здесь есть еще упоминание того, что в библиотеке стандартных подсистем есть готовая функция, которая позволяет считать из базы с помощью такого подобного запроса значение какого-то реквизита. Так что, всякий раз, чтобы считать реквизит, не нужно писать запрос, желательно использовать, конечно же, вот такую функцию. Если вы занимаетесь поддержкой типовой конфигурации, с очень большой вероятностью туда встроена библиотека стандартных подсистем, следовательно, вот эта функция там должна уже быть. А еще посмотрим раздел создания объектов метаданных, требования по локализации. Тема также не обсуждаемая в наших курсах, так как она довольно не часто используется. Большинство решений у нас пишется исключительно для работы на каком-то одном языке, но в идеале мы должны продумать тот вариант, что впоследствии наша система будет использовать разные языки, а значит нам желательно писать вот так, когда мы какие-то строки пользователю показываем, сразу использовать функцию NSTR, которая предназначена для работы с разными языками. То есть, вот такие вещи, которые мы привыкли писать в течение курса с точки зрения стандарта, вот этого неправильное нужно использовать функцию NSTR. Даже если один-единственный язык поддерживается системой на текущий момент. Ну, это вам будет полезно знать еще, чтобы понимать содержимое типовых конфигураций, почему там всюду написано вот это слово NSTR. Требования стандарта. Так, создание общих модулей. Общими модулями мы пользуемся, мы знаем, что это. Новое здесь, что нужно узнать. Во-первых, про имена. Настройки, в которых мы отмечаем, где будет работать, выполняться вот этот модуль, они также продублированы обычно в названии. И если общий модуль серверный с пометкой вызов сервера, то в соответствии со стандартами называть его нужно что-то там, вызов сервера. Потому что общих модулей часто бывает довольно много, и желательно быстро понимать, где этот модуль работает, не открывая его свойства. Хотелось бы посмотреть еще стандарт по поводу строк использования реквизитов строкового типа. Что для нас здесь актуально? Уже в базовых курсах мы часто сталкиваемся с вопросом, как лучше поступить с строковым типом. Можно ли использовать строку неограниченной длины и подобные вопросы. Собственно, здесь та же тема поднимается, но здесь подробно довольно расписано, в каких случаях нежелательно использовать строки неограниченной длины. Так вот, по поводу строкового типа. Говорили мы на курсах, что если используется строка неограниченной длины, возможно ограничение, ограничение при написании запросов, ограничение даже при отображении пользовательского интерфейса. И вот, чтобы было проще принять решение, здесь стандарт нам говорит так, что нежелательно их использовать, если не знаем точно, к чему это приведет. Оно приводит в список случаев, когда, типовых случаев, когда можно использовать, например, поле комментариев документов. И прочая такая информация, которая в дальнейшем, возможно, мало где будет использована. Ну и дальше тоже перечисляет список ограничений, с которыми мы столкнемся, и в случае с запросами показано, как их можно обойти. Как перейти от строки неограниченной длины, а к строке, например, из 1000 символов. Посмотрим по поводу стандартов настройки прав доступа. Их мало, но они есть. Нас интересуют стандартные роли стандарта. Что является стандартом при настройке ролей? Тут мало стандартных вещей, но что должно быть в соответствии со стандартами у нас в решении, это роль полные права. И далее описан необходимый минимум того, что должно быть в роли полные права и администратор системы. Собственно, все, что нам сейчас будет интересно из этого стандарта. И есть любопытная группа по проектированию интерфейсов. Давайте посмотрим коротко, о чем это. Командный интерфейс, вот панель разделов. Все мы видели панель разделов. Стандарт говорит о том, как ее можно показывать, где ее желательно располагать, что в состав входит. Особенно интересно будет почитать раздел главный, который мы не пользуемся, а который в решениях есть и который как-то заполняется. Ну и по поводу названия разделов и картинок тоже можно почитать. Посмотрим раздел формы документов. Поля ответственных комментариев. Мы ими пользуемся в курсах. Что нам говорит стандарт по поводу этих полей? Главным образом он нам говорит, где их следует располагать. По поводу комментариев. Если однострочный, нам рекомендуют ставить его в нижней части формы, что мы и делали. А если многострочный, его рекомендуется выносить на отдельную закладку, что мы в общем-то тоже умеем делать. Ну и ответственный нам рекомендуют тоже располагать в нижней части формы. Элементы интерфейса. Подсказки. Подсказками мы не пользовались тоже. Но стандарт нам говорит, что нужно. И объясняет, где. В тех полях, где пользователю может быть с первого взгляда непонятно, что это за поле такое, что в него нужно ввести. А также стандарт нам рекомендует подсказку показывать не просто как всплывающую, а по гиперссылке. Ну и напоминает, что бывает еще расширенная подсказка, в которой можно развернуться и добавить, например, гиперссылки. Мы можем найти какой-нибудь для примера у нас элемент посмотреть. Есть форма с настройками, есть здесь учет по складам. Предположим, пользователю непонятно, что это такое. Разрешаем использование расширенной подсказки. Говорим о расположении подсказки. У нас будет кнопка, нам бы хотелось. Вот она подсказка. Ну и можем оформить в виде форматированной строки и написать, что учет по складам. Это какой-то там признак учета по складам. И далее. Подробнее смотри, какая-то там ссылка. Форматированная строка. Видите, что она позволяет форматировать текст, добавлять картинки и добавлять ссылки. Желательно посмотреть на это в работе. Вот константа. И вот описание. С гиперссылкой. Работающей. Это все, что я хотел показать по системе стандартов. Единственное, что еще добавлю, что не только ради красоты и правильности и в общеобразовательных целях стандарт используется. А если продукт разрабатывается и отправляется для сертификации фирмы 1С как продукт 1С совместимый, то к нему предъявляются требования, в которых написано, что часть из этих стандартов обязательно должны выполняться. Так что стандарты штука серьезная. Поэтому рекомендуется для прочтения. Если вопросов нет, то можем на этом закончить наш семинар. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok